Умение использовать смешные черты Байрон оставил свою жену, которую он именовал принцессой параллелограммов, ибо она была слишком проницательна и умна. Греки недолюбливали Аристида именно за то, что все называли его справедливым. В своем произведении «Увиденные факты» Виктор Гюго рассказывает о некоем господине Де Сальвандии, чья политическая карьера была блистательна. Он сделался министром, академиком, посланником, был награжден Большим Крестом Ордена Почетного Легиона. Вы скажете, все это не бог весь что, но он ко всему еще пользовался успехом у женщин, а это уже многого стоит. Так вот, когда этот Сальвандий впервые появился в свете, куда его ввела госпожа Гайль, знаменитая Софья Гэ воскликнула. «Но, дорогая, в вашем милом юноше так много смешного. Нужно заняться его манерами». «Боже упаси!» — вскричала госпожа Гайль. «Не лишайте его своеобразия. Что же у него тогда останется? Ведь именно оно-то и приведет его к успеху». Будущее подтвердило правоту госпожи Гайль. Анри де Жувенель когда-то рассказывал мне, что в молодости, когда он был журналистом, его поразили первые шаги в парламенте депутата от Кальвадоса некоего Анри Широна. У этого Широна был большой живот, борода, и он носил старомодный сюртук. Влезая на стол, он громко распевал Марсельезу и произносил высокопарные речи. Климансо назначил его помощником военного министра. Широн немедленно начал объезжать казармы и пробовать солдатскую пищу. Журналисты потешались над ним. Жувенель подумал, что будет занятно написать о нем статью, и решил повидать Широна. Тот встретил его с вызывающим видом. — Знаю, молодой человек! — воскликнул он. — Вы пожаловали, чтобы удостовериться в том, что я смешон? — Ну как, удостоверились? — Да, я смешон. Но смешон-то я намеренно. Ибо, запомните, молодой человек, в этой завистливой стороне казаться смешным — единственный безопасный способ — прославиться. Эти слова восхитили бы Стендаля. Но не обязательно казаться смешным. Вы, наверное, и сами замечали, что некоторые причуды, оригинальная манера одеваться, приносят мужчине или женщине больше славы, нежели талант. Тысячам людей, в жизни не читавшим Андре Жида, были знакомы его мексиканские фетровые шляпы и короткий плащ. Уинстон Черчилль — великий оратор, но он хорошо знал людей. И весьма умело обыгрывал свою диковинную шляпу, непомерные толстые сигары, галстуки бабочкой и пальцы, раздвинутые буквой Ви. Я знавал некоего французского посла в Лондоне, который не мог произнести ни слова по-английски, но зато носил галстук в горошек, завязанный пышным бантом, что необыкновенно умиляло англичан. И он долго сохранял свой пост. Последите за людьми, обедающими в ресторане. Кого лучше всего обслужат? Кого будут усердно обхаживать метрдотели? Человека положительного? Всем довольного? Вовсе нет. Клиента с причудами. Быть требовательным значит заинтересовать людей. Мораль. Держите себя естественно. И если вам это присуще, чуть картинно. Вам будут за это признательны. Прощайте. О сценах Делаете ли вы сцены своему мужу и друзьям, сударыня? Хотя у вас вид Минервы, я крайне удивлюсь, если вы к ним не прибегаете. Сцена — излюбленное оружие женщины. Она позволяет им разом, путем короткой эмоциональной вспышки, полной негодования, добиться того, о чем бы они в спокойном состоянии тщетно просили целые месяцы и годы. Тем не менее, они должны приноравливаться к мужчине, с которым имеют дело. Встречаются такие легко возбудимые мужчины, которые получают от ссор удовольствие и могут своим поведением перещеголять даже женщину. Та же запальчивость сквозит в их ответах. Такие ссоры не обходятся без взаимных грубостей. После скандала накал слабеет, на душе у обоих становится легче, и примирение бывает довольно нежным. Я знаю немало женщин, которые, устраивая сцены, не страшатся и побоев. Они даже втайне жаждут их, но ни за что в этом не признаются. Ну а если мне нравится, чтобы меня поколотили? Вот ключ к этой непостижимой загадке. У женщин, ценящих в мужчине прежде всего силу, духовную и телесную, а плеуха, которую им закатили, только подогревает чувство. «Какая мерзость!» — воскликните вы. «Мужчина, поднявший на меня руку, перестал бы для меня существовать». Вы искренне так думаете. Но для полной уверенности вам нужно бы испытать себя. Если ваше омерзение подтвердится, это значит, что гордость в вас сильнее, чем чувственность. Нормальный мужчина терпеть не может сцен, а не ставит его в унизительное положение, ибо он при этом, как правило, теряет инициативу. А и может ли уравновешенный супруг успешно противостоять разъяренной пифии, которая со своего треножника обрушивает на него поток брани? Многие мужчины, стоит только разразиться буре, предпочитают удалиться. Или, развернув газету, перестают обращать внимание на происходящее. Следует помнить, что бездарно разыгранная сцена быстро надоедает. Уже само слово «сцена» нам многое объясняет. Для того, чтобы произвести эффект, она должна быть мастерски разыграна. Начавшись с пустяков, только потому, что накопившееся раздражение требовало выхода, сцена должна постепенно набирать силу, питаясь всеми тягостными воспоминаниями, наполняясь давнишними обидами, наполняя все вокруг рыданиями. Затем, в подходящий момент, должен произойти перелом. Стенания пошли на убыль, им на смену пришли задумчивость и тихая грусть. Вот уже появилась первая улыбка и, венец всему, взрыв сладострасти. Но чтобы так разыграть сцену, женщина должна действовать по заранее обдуманному плану и все время владеть собой. Вы правы, сударыня, ничего не поделаешь, театр. Талантливая актриса постоянно отдает себе отчет в том, что говорит и делает. Лучшие сцены — те, которые устраивают намеренно и тонко разыгрывают. Не только женщины владеют этим искусством. Выдающиеся полководцы Наполеон Леоте редко впадали в гнев, лишь тогда, когда полагали это необходимым. Но уж тогда их ярость сокрушала все преграды. Леоте в приступе гнева швырял наземь свое маршальское кепи и топтал его. В подобные дни он еще утром говорил своему ординарцу, «Подай-ка мне мое старое кепи». Берите с него пример. Берегите свое возмущение для важных обстоятельств. Будьте пастырем ваших слез. Сцены только тогда эффективны, когда редки. В странах, где грозы гремят чуть ли не каждый день, на них никто не обращает внимания. Не стану приводить в пример самого себя. По натуре я мало раздражителен. Однако и я раз или два в год выхожу из себя, когда слишком уж возмутительная несправедливость или нелепость лишает меня обычного спокойствия. В такие дни мне все вокруг уступают. Неожиданность — один из залогов победы. Меньше сцен, сударыня, но с большим блеском. Прощайте. О золотом гвозде Наконец-то вы мне ответили. О, разумеется, не назвав себя. Незнакомка по-прежнему остается для меня незнакомкой. Но мне теперь знаком, по крайней мере, ваш почерк, и он мне нравится. Прямые, четкие, разборчивые буквы — почерк порядочного человека и порядочной женщины. Возможно. Но в своем письме вы задаете мне необычный вопрос. Уже пять лет, пишете вы, у меня есть нежный и умный друг. Он бывает у меня почти каждый день. Советует, какие книги читать, что смотреть в театре. Словом, заполняет мой досуг самым приятным образом. Мы никогда не переходили границ дружбы. У меня нет желания стать его любовницей. Однако он добивается этого, настаивает, просто терзает меня. Он утверждает, что во мне больше гордыни, чем страсти, что он невыносимо страдает, что так дольше продолжаться не может, и он, в конце концов, перестанет видеться со мною. Следует ли уступить этому шантажу? Слово гадкое, но точное, ибо он прекрасно знает, что его дружба мне необходима. Видимо, он недостаточно ценит мою дружбу, раз добивается чего-то другого. Не знаю, сударыня, читали ли вы повесть «Золотой гвоздь» Сент-Бёва. Он написал ее, чтобы покорить женщину, по отношению к которой находился в том же положении, в каком находится ваш друг по отношению к вам. Прелестная молодая женщина, слегка походившая на Диану-Охотницу, не имевшая детей, выглядевшая моложе своих лет, обрекала его на муку, отказывая в последнем даре любви. Он искусными доводами стремился добиться столь вожделенной милости. Обладать к 35-40 годам, пусть все еще лишь раз, женщиной, которую ты давно знаешь и любишь, это то, что я называю «вбить вместе золотой гвоздь дружбы». Сент-Бёв считал, что нежность, скрепленная этим «золотым гвоздем», сохраняется затем на протяжении всей жизни надежнее, чем чувство, основанное просто на признательности, дружеской привязанности или общности интересов. В подтверждении своего мнения он приводил слова одного превосходного писателя XVIII века. После интимной близости, длившейся какие-нибудь четверть часа между двумя людьми, питающими даже не любовь, а хотя бы тяготение друг к другу, возникает такое доверие, такая легкость общения, такое нежное внимание друг к другу, какие не появятся и после десятилетней прочной дружбы. «Эта проблема золотого гвоздя стоит теперь и перед вами, сударыня. Насколько я понимаю, ваш друг ставит вопрос так же, как ставил его Сент-Бёв во времена Софии Луаре де Арбувиль. Мужчина и впрямь испытывает танталовые муки, сталкиваясь с кокеткой, быть может, даже не отдающей себе в этом отчета, которое непрестанно сулит ему блаженство, но оставляет алчущим. И все же я не верю в золотой гвоздь. Первый опыт редко бывает самым удачным, так что потребуется целая доска, утыканная подобными гвоздями. По правде сказать, если бы ваш друг страдал так сильно, как утверждает, он бы уже давным-давно преодолел бы ваше сопротивление». Женщины интуитивно угадывают чувствительных мужчин, с которыми можно остаться на дружеской ноге. И хотя это их самих несколько и удивляет, одна англичанка так объясняла суть платонической любви, она пытается понять, чего же он хочет, а он ничего не хочет. И все же они вполне довольны и даже злоупотребляют создавшимся положением. Стоит, однако, появиться настоящему любовнику и прощайте, дружеские призраки. С того самого дня, когда Шатабриан добился своего, Жюлиэта Рекамье принадлежала лишь ему одному. Долгое время она пыталась сохранить цветы любви нетронутыми, но позднее убедилась, что и плоды хороши. Если можете, извлеките из этого полезный урок. Самые лучшие оракулы изъяснялись загадками. Прощайте. О прибытии лектора — Думаешь, это он? Уверен. С виду он, однако, не похож на писателя. У него вид озабоченного человека. Он ищет нас. Здравствуйте, дорогой мэтр. А, здравствуйте. Вы господин Бернар? Он самый. А это моя супруга. Она все никак не хотела поверить в то, что вы — это вы. Вы, кажется, старше, чем на фотографиях. Поездка вас не слишком утомила? Устал, как собака. Целый день в дороге. Сомнительный обед, словом. Но у меня еще целых два часа до начала лекции, так что успею отдохнуть. Положим, двух часов у вас нет. Перед тем, как проводить вас в гостиницу, я хотел бы показать вам зал. Вам будет приятно увидеть его. Право же, нет. Ведь он от этого лучше не станет. Крайне огорчен, дорогой мэтр, но нам необходимо туда заглянуть. Я условился о встрече с господином Блавским, владельцем кинотеатра. Он ждет нас. А господин Блавский — человек необыкновенно обидчивый. К тому же, дорогой мэтр, лучше, чтобы я на месте вам кое-что разъяснил. Зал у нас большой, но акустика в нем неважная. Говорить следует очень громко и все время держаться возле стола, чуть повернувшись влево. Надеюсь, по крайней мере, что сцена у вас отопливается. Я недавно переболел гриппом, и мой доктор... Увы, нет. Центральное отопление, конечно, есть, но оно не действует. Впрочем, когда зал полон, он быстро нагревается. На беду нынче вечером нас будет не слишком много. Что, мало продали билетов? Очень мало, дорогой мэтр. Всего двадцать пять или тридцать. Но не тревожьтесь. Когда я узнал об этой незадаче, я велел разослать бесплатные входные билеты по школам и казармам, чтобы зал не казался таким уж пустым. О, у вас всегда так? О, нет, уважаемый мэтр. Случалось, лекции проходили с большим успехом. Однако нынче вечером в концертном зале мэрии играет Жак Тибо, а в муниципальном театре дают трудные времена в исполнении гастролирующие здесь трупы Барре. Так что лекции, естественно... Вы не могли предварительно сговориться с устроителями концертов и директором театра? Тут в некотором роде вопрос политики, уважаемый мэтр. Вы ведь сами знаете, что такое местные распри. Так или иначе, мы все равно не собрали бы много публики. Тема лекций, романы Стендаля мало кого привлекает. Не хотел бы вас расстраивать, дорогой мэтр, но согласитесь. Нет, в наших местах нравятся лекции на другие темы. Например, песня в 1900 году с прослуживанием пластинок или, скажем, любовь в Турции. Впрочем, я не сомневаюсь, что все будет прекрасно и те, кто придет, не пожалеют. Вот только для нашего общества это несколько накладно. Оно ведь не богато. Я крайне огорчен. По правде говоря, прочитав на бланке вашего приглашения, что вы именуете себя литературно-художественным обществом, я решил, что Стендаль... Сейчас и вам все объясню. Литературное общество — это группа друзей, которой я руковожу. Каждая лекция дает нам приятную возможность ближе познакомиться с человеком знаменитым или хотя бы известным. Например, нынче вечером, даже если лекции не будет иметь особого успеха, мы будем просто счастливы поужинать с вами. Как будет еще и ужин? Да, дорогой мэтр, в половине восьмого. Но я никогда не ем перед лекцией. А это уж как вам будет угодно, дорогой мэтр. Мы станем есть, а вы говорить. Ужин в половине восьмого. Но ведь скоро уже семь. Могу ли я, по крайней мере, остаться в дорожном платье? Члены общества будут в костюмах, но лектор облачается в смокинг. Так уж здесь заведено. Впрочем, времени у вас достаточно. Лекция назначена на половину девятого, но публика у нас весьма непунктуальная. Если мы начнем в четверть десятого, большая часть ваших слушателей все равно явится позднее. Стало быть, я буду свободен в четверть одиннадцатого. Да, но после лекции многие наверняка обратятся к вам с просьбой надписать им книги. А затем в одиннадцать часов господин Перш собирается предложить вам бокал и шампанского. Кто он, этот господин Перш? Как, дорогой мэтр, вы не знакомы с господином Першем? А он сказал нам, что вы с ним друзья детства. Вы, учились в шестом классе. Раз он так сказал, стало быть, так оно и есть. Но, умоляю вас, упросите господина Перша отказаться во имя нашей старой дружбы от столь великодушного намерения. Я нуждаюсь в отдыхе. Невозможно, дорогой мэтр. Господин Перш один из наших меценатов. А вот и зал. Нет, это афиша кинофильма. Нужно вам признаться, Гуэрида, что на этой неделе я ездил читать лекции и возвратился в полном изнеможении. Прощайте. О холостяках В свое время я знавал старика-министра, который охотно повторял, что человек действия ни в коем случае не должен жениться. Проанализируй те факты, говорил он мне, почему я в ходе трудной политической карьеры сохранил спокойствие и ясность духа, потому что вечером после целого дня борьбы у меня была возможность раскрыть книгу и забыться, потому что возле меня не было честолюбивой и завистливой жены, готовой постоянно напоминать мне об успехах моих коллег или пересказывать те гадости, что говорили обо мне в святских гостиных. Блажен одинокий мужчина. Он меня так и не убедил. Я отлично понимаю, что плечи холостяка не обременены дополнительной ношей. Он избавлен от домашних забот, от семейных дрязг. Ему не угрожает опасность, что в решительный для него день он будет внезапно выбит из колеи болезнью ребенка или семейной ссорой. Но так ли уж свободен холостяк от женских капризов? Если только он не святой, в его жизни непременно будет какая-нибудь женщина, а любовница куда более опасна, чем законная супруга. У жены, по крайней мере, общие с мужем интересы. Она состарилась с ним и научилась его понимать. Любовница же, выбранная за молодость и красоту, будет вызывать тревогу у человека в летах. Разумеется, нет правил без исключений. Выдающаяся американская актриса Рут Дрейпер в очень тонкой комедии показала, как складывается жизнь делового мужчины, разрывающегося между постылой женой, деятельной секретаршей и любовницей, которая покоит и няжит его. В жизни все бывает. И законная жена иногда постоянный раздражитель. Но в действительности это бывает довольно редко. Обратитесь к истории. В Англии почти все выдающиеся государственные деятели были женаты. Леди Пиль, леди Биконсфилд, миссис Гладстон были превосходными женами. Во Франции Гизотьер, Пуанкаре, словом, все наиболее важные государственные деятели так же были женаты. Правда, Гамбита и Бриан в браке не состояли. Но как знать, будь Гамбита и Бриан женаты, не сыграли ли бы они еще более важные роли. Холостяку всегда будет присуща некая неполноценность. Его взгляд на целую половину рода человеческого останется либо романтическим, либо критическим. Прибавьте к этому, что у него никогда не будет случая наблюдать вблизи детей, следить за их воспитанием, понять их. Так можно ли считать его вполне полноценным? Монтерлан в своем прекрасном романе «Холостяки» с необычайной силой описал свойственные почти каждому холостяку незнание реальной жизни. Его мир искусственно сужен и напоминает мячик на резинке, который, отскакивая, всегда возвращается на одно и то же место. На этом можно возразить, что Бальзак большую часть своей жизни был холост, а между тем никто лучше его не описал сцен семейной жизни. Это верно, но ведь то Бальзак. Ему было достаточно десяти фраз, чтобы воссоздать атмосферу жизни супружеской четы. Обыкновенному человеку пятидесяти лет едва хватает на то, чтобы понять одну единственную женщину, собственную жену. Прощайте. пятидесяти Продолжение следует...